На сегодня 31 июля пришли дорогу подделывать грейдерами песком. Песок развелся, дождь застал на здесь. Спрятались у маточки тут в доме. Зубик-то как валит. Смотри, потихоньку из-за угла глянь. Бездна кажется сединою, какие он пишет. Хотя попадет пыль. Вот эта повережка, она уже в 15 кг. Секрели здесь, хороза, балки, столбы. Это все надо было здесь забывать, вручную пилить, шкурить и поднимать. И как поднимали, там это веревка, ну а ты погляди только какие. Вот стоит сколк, это вот такой диаметр его, это вот только где 40 сантиметров диаметра, а внизу-то он еще больше. Я не могу сказать, что это тополь, а видишь, откуда брызги летят. Окно, там где-то гвоздик отогнулся, теперь хлещет и мочит, и никто ничего не делает. Вот это фонарь называется, чтобы светило повыше, и потом так, я тоже думал, как в середине, там окошечки маленькие, тут темно, как сделать, а вот окно посредине. Почему я перед этим только работал на ВРЗ, и мы стеклили эти фонари, они стекла крепятся клямберами, железами на бок. А здесь еще маленький гвоздик, он его отвернул, и он шлепнул, он тоже пробитый, и никому это ничего не надо. Разбивается все, вот там битого стекла, а стекло на зертальной фабрике я получал. Привез сразу, кажется, 15 тонн. Вот посмотри, сколько разбитый, за все время никто ни разу не ходил, не смотрел. Материи закрыли, все. Вот только тут насчитали уже 4 стекла, 5 нету. А они, может быть, даже где-то... А там что за дверка? Дверка что это? Сейчас я не знаю, что это у нас означало. Сено, видимо, оттуда подавали. Зарод сено и стайки. Где-то в одном месте какая-то комната была, еще дом не построен, и мама жила. Вот тут, помню, она была, и в 91-м году, 19-го августа, этот путь был. Мы пришли, молились, а этот приехал и гоним. Валерий Григорьевич, главный зоотехник, кадник, а потом он порой, он и сделался таким главным. И он говорит, все, кому-няк, кому-няк, ну и проще. А там один из знакомых говорит, все рвы завалим теперь, которые, ну, там, против был, вернем к власти-то. Ну, кому-няк, а он сам-то кому-няк. Я говорю, теперь все на прилавках будет. Я говорю, а где возьмете? Стратегический запас. Так стратегический запас на 3 месяца только. Даши-то, даже думать не о чем. Нет, это не выход. А оно получалось не 3 месяца, а 3 дня продержалось только, 3 дня куча. Ну, это все сценарии были. И вот он где-то на Форосе Горбачев был, я туда ездил. Ехали мимо, мы на Благовестии были, загринули, еще нету. Ну, так уже все сделано было. Заранее договорились, все выщетано было. Обязательно должна быть жертва, пуга, другой, там должны быть убиты, кровь. И на танк побудили, чтобы один был русский, грузин, третий еврей. Там, как Знамя Победы, это не город совсем, Тантария, а там другие были. Первое. Но заказ от партии был, так они пошли героями. И вот мы начали строить в это время. Одна была корова, корова-падоя. Дальше мы хомут такой сделан был веревками. И из леса тянем эти, застрим, как лыжина, вот это вот. А потом это отпилить можно. Бревна эти, это все бревна оттуда катили. В лесу ходил, я помню, выбирал, какая осина прямая. А в основном это осина, она прочная такая, когда в сухом месте. Вот сколько, ну сколько, 26 лет. И она как новенькая, сейчас пасущая. Ну, да что тут говорить-то. Я сейчас пасущу. Вот смотри. Вот смотри. Вот отлетела какая кора. Вот это все как надо. А вот стоит этот, все целое. Он прогнивает и опускается сколько там, по миллиметру в год. Это все абсолютно, но перед глазами. Вот какие хомуты железные, это я их прибивал, чтобы с места не сдвинуть. Обшивал, крышу, тут каждый гвоздь мой. И тут Пойсю попросил, я написал ему завещание, а матушка говорит, нет, это мое. Я деньги давал, она давала деньги, там пол на что-то еще. А я-то вложил сколько здесь, и жил, и делал, и работал, и бесплатно же. Я тут пол зимы, кажется, был. Второй строитель. А это уже сундуки-то батюшка сделал. Кормить надо было. Я не знаю, а речки были? Поросят держали или нет, никак не. Вот так. Стайки какие. Смотри, большие стайки там. Вот это стайки-то. Вон стекло есть. Ну это мое все стекло, наверное, таскало от меня. Вон она где куча. Шерсть. Смотри, мешки, все пропадает. Все, здесь гневет. А вот, смотри, вывисит как. Тут нельзя, чтобы не ксунуть. Третий год висит. Надо хоть тряпку бы повесить какую-то. Никита, найди тряпку и навяжи здесь, чтобы человек не стукнулся. Рлоп-то расшибешь. Можно глаз выбить. Висит рельс, это уголок. Зачем он туда залез? Почему не двигается? Ну-ка, подними уперку. Его дальше некуда, он уперся. Уперся. Поэтому надо ее в сторону отодвинуть маленько. Сюда, в сторону. Туда или туда. Поднять там ее. На себя потяни. А потом разверни. Давай, давай. Аккуратней там. Получится. Все, теперь поднимаю и разорачиваю. Вот так вот, в сторонку. О! В стекло не заведи. А теперь дальше подними, он туда, за это заведи. Вот это вот. Вот. Здесь это привязать. Все. Пошли, кажется, дождь перестал. Это я все помню. Все, дождя нету. Уходим на работу. Никиту! Пошли. Моя лопата там где-то лежит. О, дождик обильный прошел. Ничего поливать не надо в огороде. Господь палил за нас уже. О, погляни-то сейчас. У него сюда хорошо идти. У меня тоже лапти не детские. Ой-ой-ой. Вот это да. И при том мигом, сейчас только. Сейчас все было нормально. Вот все. Пошли. Вот оно все. Видишь как. Ну, песок. А-а-а. Песок, грязи нет. А там песка нету. Земля-то отверстика пыла. Пойди там кирпичи поставь на место. Чтобы не выпали никуда. Вот это вот надо все бросать сюда. Песок. Вот обнаружилось, где нету. Ну, песка-то у нас полно. Вот так. Ну, вот так, слава богу. Кто-то идет. Напасть был. Анфиса, видимо. Вот так, слава богу. 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 Продолжение следует...